С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 19 июля. День пирожков с малиновым вареньем. Праздник приходится на разгар летнего сезона, когда малина поспевает буквально в каждом саду, кого он есть. Поэтому поучаствовать в празднике могут все желающие без особого труда. В этот день появились на свет в 1893 году Владимир Маяковский. Многие исследователи делят поэта на два Маяковских, раннего лирического и постреволюционного, стремящегося создать все сто томов своих партийных книжек. Как известно, поэт покончил жизнь самоубийством 14 апреля 1930 года. И бог заплачет над моею книжкой. Ни слова судороги, слипшиеся комом. И побежит по небу с моими стихами подмышкой. И будет, задыхаясь, читать их своим знакомым. 1934 год. День рождения Александра Ширвинта, актера театра «Сатиры», «Ирония судьбы», «Небесные ласточки», «Миллион врачной корзине». Список его киноролей можно перечислять долго. На своей родной сцене в театре «Сатиры» он служит с 1967, а в 2000-м стал художественным руководителем. В 1935 году рождается Василий Ливанов. Актер, писатель, режиссер, народный артист РСФСР. Снимался в фильмах «Коллеги», «Звезда пленительного счастья», «Приключения Шерлока Холмса» и «Доктора Ватсона». В 1938 году родился Вахтан Кикабидзе, народный артист грузинской СССР. Есть такая байка, что в 80-е одном из московских ресторанов его как-то не захотели узнавать. 40 минут ожидания навели на мысль нацепить на лацкан, полученный мутором, знак отличия за роль в фильме «ТАСС уполномочен заявить». Обслугу, как подменили, 8 официантов подобострастно, глядя на лауреата премии КГБ СССР, принесли заказ за считанные минуты. В 1976 году родился еще один Шерлок Холмс, Бенедикт Камбербэтч, британский актер, театр, кино и телевидение. Событие дня 1799 год. Во время египетского похода Наполеона Бонапарта французский солдат находит плиту, испещренную древними письменами. Так начинается история Россетского камня, расшифровавшего язык древнего Египта. На плите фрагменты надписей, сделанных жрецами в честь царя Египта Птолемея V с использованием трех видов письма – греческого, древнеегипетского иероглифического и египетского дематического. Надписи означали одно и то же, а значит язык, который к тому времени был мертвым уже около двух тысяч лет, можно было расшифровать. 1822 год. Французский ученый Жозеф Ньепс производит фотографию, которую считает старейшей в мире. На ней якобы запечатлен мужчина, ведущий на поводу лошадь. В 2002 году на аукционе Сотби в Париже она продана за 443 220 долларов. Теперь этот раритет хранится во французской национальной библиотеке. Хотя, по другим данным, первым стало фото из окна. Видимо, частично случайное, как и все великое. 19 июля 1825 год. В день отъезда Анны Керн из села Тригорское Пушкин подарил ей автограф стихотворения «Я помню чудное мгновение». В этой глуши Керн пленяла не только Пушкина, но и соседей помещиков. В одном из многочисленных писем ей поэт писал «Прощайте, божественная, бешусь ей и падаю к вашим ножкам». Через два года Анна уже не вызывала у Пушкина никаких чувств. Гений чистой красоты исчез, а появилась вавилонская блудница. Так назвал ее Пушкин в письме к другу. 1848 год. Одна из лидеров женского движения в США, Элизабет Стентон, сотоварищи созывает в своем городке, в штате Нью-Йорк, конференцию «Обсуждение женских проблем и прав социально-гражданских и религиозных». Единодушно одобрена Декларация чувств по образцу Декларации независимости и 11 резолюций с требованиями, касающимися женских прав. 12-ю о наделении женщин равными избирательными правами с мужчинами осмеяли как немыслимую. Но феминизм зашагал по планете с новой силой. 1900 год. Открывается Парижское метро. Один из старейших метрополитенов в Европе, четвертый после Лондонского, Будапештского и Глазго. Первые линии прокладывались строго под проезжей частью улиц. Отклонение от оси улиц грозило попаданием в подвалы и погреба домов. В настоящее время протяженность Парижского метро составляет 214 километров. Они образуют 16 линий и 383 станции. Каждый день метро перевозит около 6 миллионов человек. 1914 год. Объявление Германии. Войны России. Начало Первой мировой. Русское общество встречает это событие с огромным патриотическим подъемом. В знак единения народа с царем начинаются манифестации. Огромная толпа двинулась на площадь перед Зимним дворцом. А когда Николай II выходит на балкон, демонстранты опускаются на колени. 1920 год. Совнарком выпускает декрет о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности, которая берет под свой контроль организацию курсов ликбеза, подготовку учителей, издания учебной литературы. В этом же году в Москве стартует первый чемпионат РСФСР по футболу. Еще в 2012 году был основан Всероссийский футбольный союз. Он объединил более 150 клубов из 33 городов с общим числом футболистов около 8 тысяч. Было проведено три чемпионата Российской империи по футболу. После революции первый чемпионат прошел с 19 по 25 июля 2020 года среди сборных команд городов и регионов. Первым же чемпионом стала сборная команда Москвы. В 1980 году в столице открываются 22-е Олимпийские игры. Их открывает лично Леонид Ильич Брежнев. Они проходят в Москве и в некоторых других городах по 3 августа. Это первые в истории игры, проведенные в социалистической стране. Соревнования проводились по 21-му олимпийскому виду спорта. Разыграно 203 комплекта наград. Сборная страны завоевала 195 медалей, 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых. 50 стран бойкотировали Олимпиаду в связи с вводом советских войск в Афганистан. Потом будет ответка, как говорят сейчас, бойкот СССР игр в Лос-Анджелесе 1984 года. В 1994 году Александр Лукашенко впервые вступает в должность президента Белоруссии. Ну и последнее. 1695 год. В Великобритании в популярном сборнике «Как улучшить хозяйство и торговлю» публикуются первые брачные объявления. Молодой человек, 25 лет, имеющий прибыльное дело, которому отец готов выделить тысячу фунтов, охотно вступил бы в брак, соответствующий его положению. Родители воспитали его в вере, и он отличается трезвым поведением. Нынче народ вовсю знакомится в интернете. Популярность сайтов знакомств растет день ото дня. Объяснение этому простое. Таким способом можно общаться с людьми из любой страны, любого возраста и статуса. А значит, повысить в разы шанс найти человека со схожими интересами и вкусами. Главное, чтобы его возраст и внешность совпадали с фотографией. С вами был Николай Пемненко в проекте «Дата». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова